...дременного хранения, куда поступают новые экспонаты. Также здесь хранится один из старых экспонатов, это мумия. Несколько лет назад была обнаружена мумия древнего война. Его останки пролежали в земле около 11 веков. Одно время мумия стала даже соседом Ленина в научной лаборатории Мавзолея. Однако с вождем революции на Ямале случилась еще одна невероятная история. В Ямало-Ненецком музейно-выставочном комплексе Салихарда хранится картина, которую по праву можно считать артефактом ушедшей эпохи. Эту работу не только я люблю. Многие сотрудники нашего музея любят эту работу, потому что она такая яркая, можно сказать, мифическая, овеянная многими образами 30-х годов 20-го столетия. Почему это так? Потому что когда пришла советская власть на Ямал, это было настолько новое явление, яркое явление. Ленин, он приближен к семье кочевника. Вся семья в сборе, они около огня. То есть огонь, он объединяет людей. Он дает тепло, он дает пищу. И можно сказать, вот если посмотреть на лица, они слушают Ленина, пытаются понять, пытаются его принять. Ленин же не мог приехать просто в пиджаке. Его одели в национальную одежду. Он не только в Малице, он еще и в традиции национальной обуви. В силу того, что холст лопнул именно по образу Ленина, можно сказать, что время отторгает, а можно подумать об этом, поразмышлять. Ленин никогда на самом деле на Ямале-то и не был. Но вот то, что он был, это уже миф, который воплотился в реальную картину. Редактор субтитров А.Семкин